МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ЗВЯРНУЛАСЯ КАЛЯ 200 ЧАЛАВЕК Приемы грамадян прайшли у Гомелі, Жлобіні, Мазыры, Рэчыцы и Сытлагорску. Чарговый, який сёння, отбывся у Добруши, стал незвычайным. На его пришел усяго один человек. Пенсионер звернулся с просьбой адрамантовать дорогу на одной из улиц города. Александр Турчин доручил у десятидённый термін провести подсыпку и грейдирование. Іншые пытані грамадян, які оплановали звернуться на прием, были зняты яшчэ на стады паперэднега запису. Тлумачэнні па іх далі мясцовые улады. Як означу Александр Турчин, работа па вырашэні проблем насельництва у районах Гомельской в області наладжана эффективна. Необходна кабу першу чаргу на звароты оперативно реагавалями на віта мясцовые улады, які павінны даваць докладныя адказы на пытанні. Необовязкова, што яны будуть вырашэны на карысть таго, хто звернуся до представников улады. Однако у гэтым выпадку необходна расслумачыць, чаму рашэннями навіта такое, а не інше. Халуныя не даваць людзям пустых абяцанняў. Када мы вот этими обещаннями приходят человек на прием, показывая отписки, условно говоря, сложеные пятилетні, и каждый раз все мы обещаем, обещаем, вот это самое страшное, которое мы не должны этого делать. Поэтому, ну а в целом, я хочу сказать, что все-таки я положительно оцениваю работу местной власти с обращениями граждан. Нет такого формализма, что мы просто условно ряд человека отпихнули в сторону, лишь бы отписку. Такого нету. Но тем не менее, я еще раз говорю, у тех вопросов иногда нам надо быть более настойчивыми, решая проблемы наших граждан. Если мы видим, что действительно проблема есть, ее надо решать. Сегодня у Гомеля открылась 10-я республиканская специализованная будауничая выстава «Будуем дом». И она будет працаваць на протягу трех ден у палацы легкой атлетыки. Организаторам специализованной выставы з'является Гомельское отделение Беларусской гандлёво-прамысловой палаты. Все лето у дел у ей приымают предприемства Гомельщины и розных областей Беларуси, а так само деловые партнеры с Российской Федерацией и Казахстана. Вероника Ворошилина, Володая подрабязнастями. Республиканская будауничая выстава «Будуем дом» – одна из наибольшемасштабных специализованных выстав, что проводится у Гомельской области. Однако к юбилейную десятую организаторы вырошили провести здесь еще большим масштабом. Экспозиция заняла парадку 600 квадратных метров. Настолько великая территория, отведенную першиню за 10 водой основания выставы. Якую першиню все лето я надополнилась еще и открытой пляцовкой. В преддверии строительного сезона, конечно, интерес к таким предприятиям просто жители есть. У нас же, конечно, в значительной степени интересовали именно деловые контакты. И то, чтобы предприятия нашей строительной сферы имели возможность презентовать себя. Поэтому здесь абсолютно разные предприятия, как те, которые производят продукцию, так и те, которые оказывают услуги строительные. Будовнейшая техника и материалы, спецвопродка, предметы интерьеру и ландшафтного дизайну. Усё это и многое иншее представлено на республиканской специализованной выставе «Будуем дом». Свою продукцию и послуги презентовали переважно предприятия Гомельшины и разных областей Беларуси. Долучились и замежные деловые партнеры. Например, комбинат керамичных выработок города Клинцы Бранской области представил свою цаглянную продукцию. Предприятия молодые специализуются на выпуске цеглы – от шматликих облицовочных до перезаванных блоков. Надеемся на партнерство с беларуской стороны. Ну, ввиду того, что Беларусь у нас присутствует на рынке везде и всюду. Скажем так, даже личный свой дом. Когда-то я покупал в Минске кирпич для строительства. Но теперь будем предлагать свои высокого качества и более низкая цена. Мы надеемся этим завоевать рынок, найти какую-то нишу свою, скажем так. У рамках открытия выставы «Будуем дом» отбывся круглый стол по супрацовництве у бодовничной сферы. У делу им приняли керамники областной улады, Гомельского отделения Беларусской ганглево-промысловой палаты, беларуских предприемств, а так само деловые партнеры из Российской Федерации и Казахстана. Дарышу, Гомельская область мая вельми выгадная географичная становища, тому многие зацекавленные у супрацовництве с нашим регионам. Утым лику и приватная кампания «Алихан» города Атырау Республики Казахстан, якая оказывая полный комплекс послуг по будовничке ганглевых центров. Зараз Гомельское отделение Беларусской ганглево-промысловой палаты мая погоднение за аналогичной организацией палаты предприемальников Атыраусской в области, а так само имкнется развивать относины на узровне областей. У целом деловые перемоги заявляются неодъемной часткой подобных специализованных выставов, и они дозволяют удельникам обмерковать широк важных сустречных пытаний, разглядеть шляхи супрацовництва и вызначить перспективные суместные проекты. Вероника Ворошилина, Сергей Лукашук, телерадиокампания «Гомель». Гомельская мясомолочная компания отрымала одразу 32 узнагароды на выставе «Пратэкспо», якая завершилась в Москве. Гэтая выстава лечится самой великой демонстрационной пляцовкой харчовой продукции в Европе. Для ичинных перепрацовщиков отрыманы узнагароды не только признание высокой якости продукции, аль и подтверждение правильности проводимого курса по оширении ассортименту и пошуку новых рынков. Летость «Гомельская мясомолочная компания» имела партнеров у 15 краинах света, причем поставки ожитивлялись на вату Нигерию. У гэтым годе почались поставки молочных консервов у Таджикистана и Туркменистан, проводятся перамовы с Китайской Народной Республикой. Разом с тэму холдингу подкресливают той факт, что, починаючи с минулого года, умовы для внешнеэкономичной деяности почали похаршаться, что примушает примазь додатковые меры по повышении конкурента сдольности продукции. Год предстоит достаточно напряженный и тяжелый. Из-за того, что мировые цены на те продукты, которые мы производим, это молочные и мясные, они демонстрируют достаточно высокую волатильность и не показывают рост. Они снижаются. По крайней мере, растут не так, как бы мы хотели. Поэтому работа будет очень напряженная, очень тяжелая. Но мы сделаем все, что необходимо. Больше, как 90% предпринимательников Гомельской области, которые ожидают розничный гандаль товарами легкой промысловости, приступили до работы. Почекать еще некий час выросли только, когда 300 человек. Олег Синцеров ознайомился с дадзинами податковой инспекции и побывал на Гомельском центральном рынке. На пытание гандлевать тене, все больше индивидуальных предпринимательников отказывают становча. Когда по стану на 12 лютого с 5 тысяч зарегистрированных ИП один на податок заплатили только 3000 человек, то про 4 дней уже 300. Зараз один на податок уплаченный у 4 300 индивидуальных предпринимательников. На Гомельском центральном рынке за прошлый месяц до работы приступили к листу 170 предпринимательников, и сегодня гандлевое место заполнено не на 80%. При том, что до середины лютого практически все ролеты были зачинены. Вертаются навы те, кто поспробовал гандлевать в России. Как высветилось, Федеральная податковая служба, свою справу ведая, и без официйной уплаты податков можно отримать вельми значные штрафы. Что отлично проверок на очинных рынках, то и они притягиваются сгодно затверженным в минулом году планом. Зым любые ожидающие может ознайомиться на сайте комитета державного контроля. Проверки позаплановые так само не отменяются, а ли только в выключенных выпадках. Приведу пример. Если, допустим, индивидуальный предприниматель торгует без уплаты единого налога, и мы это устанавливаем, мы выявляем такой факт, то, безусловно, назначается проверка, выписывается предписание, и индивидуальному предпринимателю, конечно, сулят штрафы. Факт, який означают практически все индивидуальные предпринимательники, сегодня-то вельми значна возросла конкуренция. Кожный жадает пропоновать нечто оригинальное, иначе реализовать товар вельми тяжко. При этом привозить его за Россию становится все больше складанным. Предпринимательники этой краины теперь не вельми мкнутся иметь справу с белорусами. Федеральная податковая служба так само почала проверять правильность оформления документов, и не усим это сподобается. Не выгоднее, потому что большая волокита с документами. И с белорусами 13 января поехали, за руки хватали, пожалуйста, купите у нас товар, а не страдает, что Белорусия перестала покупать. А 21-го поехали, они говорят, белорусы не надо. С вами сильно большая волокита. У таких умовах частка предпринимательников переориентовалась на айчинных вытворцев, але на кольких это выгодно, открыто не каже никто. Зараз у предпринимательников айчинную легкую промысловость у вогули хвалить не вельми принята. Напевно, тут есть элемент конкуренции сбоку тех, кто гандлюет импортным товаром. Але видовочно и то, что белорусская продукция часто саправды совсем нетанная и мает значные проблемы с дизайном. Хоть и тут предпринимательники знаходят ввысь. Валентина Филипова, например, «Гандлюя выключена айчинным жаночим оденем, жанчина пироканана, сегодня у покупников повинен быть выбор». Моё мнение, что покупатель должен иметь право выбора. Кто-то хочет белорусское, кто-то хочет польское, кто-то турецкое. Кто-то одевается только в белорусское, а кто-то не признаёт белорусский товар. И ещё я хочу уточнить, это не государственный белорусский товар, это частных предприятий товар. Выбор, конечно, огромный. По поводу государственного товара белорусского сказать ничего не могу. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok У нас функционируют три клубных формирования, два кружка, в основном дети 6-10 лет и есть любительское объединение «Ажур», где возрастных ограничений нет. А еще тут допомагаются развитию малого предпринимательства у сферы народных промыслов и рамёствов. У центры берут на комиссию выработки маэстро города и района. Таким чином дают смахчимость усім жадающим набыть речи, які сподобалися. Часто сирот пропонованных работ сустракаются, саправдой, эксклюзивные варианты. От разностайности техник, предметов, сувениров у речицким доме рамёства в очи разбегаются. И все справа рук мясцовых жыхаров. Вот такие чудовные глиняные сувениры, например, выработала жыхарка вёске Дняпровец. Дина Дунец сама глину сдобывая, сама опальвая и сама расписывая. Когда смотришь на вещи, сделанные своими руками, то понимаешь, что в каждую вещь вложена частичка души, любви мастера. А это есть самое ценное. Приемная новина для гомельских аматоров клуба веселых и знаходливых. Новая экспериментальная лига популярной Гульни открылась в Гомеле. Наши корреспонденты побывали на первой встрече сезона и доведалися, про что жартует эта весной молодь и чем новая лига КВЗ отразнивается от всех других. В 2016 году клуб веселых и знаходливых означает 55 годов. Такая пригожая дата натхняет гомельских аматоров Гульни на некий эксперимент. Все лето их будет два. Первое – створение новой домашней лиги КВЗ. В социальных сетках ее называют домашкой. Эта лига тематичная и имеет свой отметный стиль. Мы хотим сделать добрую, хорошую домашнюю лигу, где все только учатся и только повышают свой КВНовский уровень. Это один из экспериментов, который в 2016 году мы планируем у себя в Гомеле. Помимо этого в Гомеле начинает работать на базе лиги КВН Полесье новая межрегиональная лига международного союза КВН, которая работает под эгидой телевизионного творческого объединения Александра Маслякова и компании. Это лига КВН.бел. Все самое ведомое и интересное с Гульней КВЗ состоится в новой лизе. Зменяется парадок и количество конкурсов. На первых Гульней свои выступления представили семь команд – с Гомеля, Гродно, Минска и Могилева. Проводить домашку будут по стандартной схеме – с полфиналами в осенью и финалами в конце года. Переможцу чекают привабные перспективы. Во-первых, он получит возможность автоматически, минуя все отборы, все поездки в Сочи, принять участие в лиге КВН Бел. С одной стороны. А с другой стороны, я лично для победителя домашней лиги приготовил особый КВНовский приз. Это пока секрет. Но этот приз, я думаю, команды очень оценят, потому что приз отрывали от собственного КВНовского сердца. Наступная гульня домашней лиги отбудется у Гомеля на приконце Саковика, а до летних каникулов будут вызначены усе пауфиналисты. Вера Котляр, Михаил Рабков, телерадокампания «Гомель». И на этом поколю все. У студии працывала Наталья Гнаценко. Усяго доброго и до встречи у эфиры.